Елена Круглик, тренер по йоге, здесь с нами в студии, привела красивую девушку себе в помощь. А все для чего? Завтра 8 марта. Девочки, давайте завтра у нас будет какая-то особая йога. Какой она может быть? Как раз Лена и покажет. Доброе утро. Да, доброе утро. Сейчас ложимся сразу же. Ложимся, как будто бы это уже 8 марта, и мы еще даже не вставали. И самое сложное в этой йоге сделать вид, что ты спишь и не просыпаешься, чтобы дать возможность своему мужчине позаботиться о тебе подарить подарок. Глаза закрыты, руки вдоль корпуса тела, ладонями вверх. И представьте свой день праздничный, таким, каким вы его хотите видеть. Возможно, вы окружены заботой и подарками, возможно, вы с лучшими подругами в кафе или спа-салоне, а может, просто поздравляете маму. Сделайте вдох, приятный комфортный выдох и расслабьте каждую точку своего тела. Почувствуйте свое тело, может, где-то оно затекло, пока вы спали. Оставьте самые светлые, приятные образы этого дня, который еще наступает, который вы хотите прожить. И запечатайте его у себя в голове. И на этой приятной ноте делаем вдох, поднимаем руки и переносим их за голову. И потянитесь пальцами рук в одну сторону, пальцами ног в другую. Растяните свое тело, можно подвигать слегка корпусом вправо и влево. А теперь потянитесь пятками вперед, а пальцами рук назад. Растяните свое тело по задней поверхности. Отлично. И сейчас руки поднимите перед собой, стопами и руками выполняем 8-10 сгибаний. Разрабатываем голеностоп и запястье. Повращайте в одну сторону 8 раз и в другую. Отлично. После этого перенесите руки вдоль корпуса тела и согните ноги в коленях. Выполняем скручивания мягкие и комфортные. Ноги согнуты в коленях. У нас тянется бедро, тянется боковая поверхность корпуса. Приятные и комфортные движения. Можно углубить скручивания. Допустим, правую ногу вытягиваем, левую сгибаем в колени. Пальцами ноги под колено правой ноги зацепляемся, как за крючочек. Скручиваемся. Взгляд на левую руку и потянитесь. Если хочется, с выдохом углубите скрутку в одну сторону. На вдохе вернитесь, потянитесь в компенсаторное вытягивание и скрутитесь в другую сторону. Мягко и комфортно. Отлично. После этого переходим к более серьезным упражнениям. Достаем подушку из-под головы, зажимаем ее бедрами и коленями. Ноги 90 градусов, 90 градусов углы. Животом вдавливаем поясницу в коврик. Руки вдоль корпуса. Мелкоамплитудные движения. Мы двигаемся от тазобедренного сустава. Если вы будете дальше, чем нужно вытягивать ноги, у вас будет отрываться поясница от коврика, прогиб будет. Нам его допускать нельзя. Вы должны включить именно пресс. Вот они, движения ногами. Работают мышцы пресса. Чувствуйте свою поясницу. Она не должна выгибаться. Отлично. Отсюда переворачиваемся на живот. Давайте сюда ляжем. И поработаем с плечевым поясом. Мы укрепим мышцы спины. Вот она наша подушка. Шея. Очень важно. Не должна вот таким образом перегибаться. Смотрим перед собой. Вытянули шею. И передаем подушку из одной руки в другую. При этом постарайтесь пупком как бы вытолкнуть позвоночник. Как будто бы, чтобы была возможность вот здесь пронести лист бумаги. Да, отлично. И в одну сторону восемь движений, и в другую сторону точно так же восемь. Может быть, десять движений. Хорошо. Руки ставим под плечи. Мягко поднимаемся. Колени стоят под тазобедренными суставами. Проверьте себя. Локти, плечи, локти, запястья на одной линии. И руки, поставьте пальцы широко, чтобы у вас уменьшить нагрузку на запястье. И на выдохе провик. На выдохе скругление. Пупком выталкиваем позвоночник. Подбородок. Прижимаем грудной клетки. Потяните себя. Приятные и комфортные движения. Можно повращаться. Очень хорошо протягивается позвоночник. Бонусом идет самомассаж внутренних органов. Когда вы проделали в каждую сторону по восемь-десять движений, можно сесть и потянуться. Выдох. Одна рука в упор. Второй потянулись. Взгляд на пальцы верхней руки. Вдох. И таких тоже восемь-десять движений. Можно также выполнить скручивание. Отлично. И когда вы чувствуете, что тело готово, разогрелось, переходим к перевернутым позам, чтобы дать возможность включиться сосудам. Вика сделает березку. Ну, а я стойка на голове. Отлично. И когда ваш любимый человек зайдет вас поздравить с 8 марта, сразу вы подтвердите версию того, что в девушке должна быть загадка какая-то. И так же сможете посмотреть на мир с другой стороны. По-моему, отличное предложение. Во всяком случае, все, кто увидит вас в этой перевернутой позе, в любой из них, совершенно точно решат, что вам пора подарить какой-то очень важный подарок. Очевидно же. Спасибо большое, Лен. Это, мне кажется, заряжающая история. Не забудьте, пожалуйста, размяться перед тем, как делать березку. Это точно пригодится. И на кровати ни в коем случае не делать ни березку, ни стойку на голове. На мягких поверхностях это делать нельзя.